ты моя хорошая сейчас пойдем с тобой гулять спят малышки утро ранее спят хорошие и у нас тут где у нас тут телочки такие хорошие лизунишки такие хорошие кудряшечки где у нас такие хорошие телочки и бычочки только проснулись а это умнички какие хорошие что мокрый нос что мокрый нос а мокрый нос кушать хочешь и вам всем доброе утро и вам всем доброе утро воды коровки даются точнее уже додаивается последняя ромашка всем доброе утро дорогие друзья вас приветствует ольга в своем деревенском дневнике очень многодетной мамы сегодня обычное субботнее утро не знаю как быстро я смогу смонтировать и выложить это видео последнее мое видео на канале столько эмоций положительных принесло мне потому что вы написали очень много комментариев больше двухсот по поводу нашего с вами близкого знакомства и да мне было очень приятно что вы не поленились рассказали описали целую историю нашего первого знакомства на канале с моей семьей с моим с моими видео безумно приятно и интересно конечно есть люди которые совсем недавно пришли на канал я их подмечаю замечаю и мне очень тоже это приятно в особенности приятно когда люди рассказывают что они уже очень очень давно со мной самого начала и помню даже количество подписчиков когда они пришли на канал есть также люди которые относятся ко мне с недоверием смотря на такой хозяйстве узнавая узнавая что 10 детей у нас как я говорю пока 10 детей у нас в общем знаете конечно да можно можно и не доверять мои видео особенно мне понравился один комментарий то ли в шутку то ли всерьез написали что у меня такое ощущение что этот канал подставной ну подставной не подставной ко мне уже достаточно много количества людей приезжал и видели нас воочию воочию видя нас сложно не поверить что нас нет правильно я говорю в любом случае меня это уже давно не задевает но любопытно любопытно читать не скрою я думаю все эти рассуждения на канале в комментариях идут от того что люди понимают в какой-то степени понимают какой-то каторжный труд как это на самом деле действительно тяжело содержать коров свиней коз кур вообще все и вообще все что связано сельским хозяйством достаточно тяжело дается и у многих создается такое впечатление что я не своими руками работаю вообще не чищу навоз и вряд ли даю коров хотя и в общем то в своих роликах это показываю но не для того чтобы продемонстрировать а скорее больше потому что я работаю снимая видео другого времени просто нет и получается что люди с недоверием некоторым ко мне относятся говорят что имея такой маникюр на руках точно я не работаю а я порой так стесняюсь своих рук хотя вот даже лица не показываю но даже и руки порой показать стыдно потому что некогда постричь ногти ну ладно что я хочу сказать да конечно у нас далеко не все получается в хозяйстве здорово и классно и порой даже вот иногда и обидно слышать что оля ты должна сделать так или должна сделать так а мы просто не успеваем мы просто не можем физически все это осилить в пригласе короче по собственной воле в это сельское хозяйство как лошадь да кстати про лошадь я где-то месяца два назад заказывала в шорном дворе медведевых сбруи для нашей лошадки и вот буквально вчера мы ее забрали потому что изготовлено это все вручную и у кого будут силы досмотреть это видео до конца я вам обязательно покажу распаковку и примерку на нашей лошади этой самой сбруи конечно впрячься в эту работу наверное дело стоящее потому что мы выбрали жизнь в селе и не просто живем здесь вдвоем с мужем но также надо еще и обеспечивать полностью своих детей детей у нас как вы поняли уже немало вот и получается что у нас в принципе нет выбора нам обязательно нужно прикладывать все усилия чтобы в этом селе в этой деревне удержаться чтобы найти достойный так сказать заработок чтобы этот заработок был регулярным как я например сейчас смеюсь и говорю мужу нам явно не хватает еще двух дойных коров дело в том что мои коровы все стильные стильные и дойные но дают они уже совсем мало неприлично мало хватает конечно нам но не хватает клиентам буквально на днях был разговор с одним из моих подписчиков зрители моего канала о том что мы за четыре года очень хорошо развернулись и в общем то приобрели большое количество животных справляемся с ними еще и канал веду но знаете ребят поделюсь секретом точнее в этом нет никакого секрета нам нельзя меньшее количество животных держать иначе мы просто с голоду поврем вот как например сейчас у нас полный холодильник продуктов да у нас есть мясо у нас есть молоко все молочные продукты но у нас трудности с деньгами потому что нам почти нечего продавать хорошо сейчас выручает молодняк который мы выставили на продажу и в принципе он очень успешно удачно продался почти весь какой я хотела но с молоком грядет у нас кризис и тут как-то возникает вопрос а что же с этим делать а делать собственно и нечего потому что еще двух коров дойных я вряд ли потяну физически остается делать упор на коз которые должны окатиться в ближайшие два месяца сейчас у нас в хозяйстве две с половиной дойные козы почему именно такое количество потому что одна коза уйдет сейчас в запуск и останутся две да конечно козье молоко это бесспорно очень ценный дорогой хороший продукт но к сожалению спроса он большого не имеет в нашей местности и даже если варить какие-нибудь сыры которые в принципе не очень умею варить я умею только варить самые простые аля не до халуми или халуми или адыгейский но так вот если даже учитывая что я могу попробовать варить сыры из козьего молока все равно я так представляю что больших денег мы на этом не заработаем собственно что тогда остается продавать молодняк продали молока нет навоз что ли начать продавать не подскажите ребят вот и кормежка наступила детяткам пора кушать молочко а если честно ребят действительно интересно как вы справляетесь с этой финансовой дырой с этой проблемой финансовой когда у вас коровы например в запуске или когда они мало дуют а деньги нужны каждый день что вы предпринимаете для этого может быть вы параллельно коровам держите быков свиней в количестве и просто когда уже наступает время сухостоя у коров вы просто их режете на мясо по очереди каждый месяц и получаете доход со своего хозяйства поделитесь пожалуйста в комментариях своим опытом своими наработками может быть и в нашем хозяйстве что-то пригодится но сейчас я бы все-таки вам хотела показать что же пришло в посылке шорного дома медведевых и померить это все на нашу лошадку так что тут нам привезли из города кирова что нам отправили ребята из города кирова так ну что мы тут имеем хомут троечку всякие шлейки сиделочку такую замечательную да мазь для ухода за кожаными изделиями и дуга так это у нас что а это наверное я уже забыла что у нас есть что это наверное все таки вожжи так и тут еще это наверное через сидельник или как он там называется но я в общем в этом еще пока профан но полный комплект для упряжи готов кстати говоря заказали еще попутно ребятам дугу хотя они ей не занимаются но их коллеги занимаются и вот они для меня специально сделали дугу сейчас честно говоря нет желания распаковывать так она хорошо упакована в общем остается нам только сделать новые оглобли и можно в принципе впрягать в санки ну а пока мы будем приучать нашу лошадку к этой сбруи надо видать все понюхать чтобы ты не боялась сейчас тебе на спинку положим оп опа вообще не страшно да вообще не страшно что-то лежит пускай лежит дальше так ну вот одели шлейку шлейку с хомутом или хомут шлейкой в общем я конечно такой еще профан в этом деле мне конечно еще далеко до профессионального подхода надеюсь мне помогут мои любимые зрители прокомментируют я сейчас ничего не затягивала просто нацепила просто нацепила посмотрел как лошадь реагирует на это все остались еще вот эти штучки всякие я так понимаю все это вот здесь одевается и крепится на оглобли уже когда санки одеты ну в общем я думаю сейчас нет смысла все одевать лошадь более чем спокойно отнеслась к хомуту вообще не психовала как будто всю жизнь его носила хотя она у меня не запряженная ни разу но очень сейчас просто погуляем с ней вот в таком облачении хочу выразить свою благодарность шорному дому медведевых ссылочку на их сайта оставлю у себя в описании под видео жду ваши комментарии лайки с нетерпением а а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok